Лучшие пловцы со всей России собрались сегодня в Екатеринбурге. Областной центр принял традиционный кубок Александра Попова по плаванию. Впрочем, в этом году у состязаний есть своя особенность. Александр Кесец, подробностями. За 8 лет эти соревнования стали константой, той постоянной, что есть в мире юниорского плавания. Кубок Александра Попова вновь проходит в Екатеринбурге. На открытии тоже все традиционно. С одной стороны бассейна в шеренгу выстроились олимпийские чемпионы и представители Свердловской власти. С другой – будущее отечественного водного спорта. От Всероссийского этот турнир уже дорос до международного. Конкуренцию нашим пловцам составят представители Казахстана, Киргизии и даже Германии. Всего 460 спортсменов. Это лучшие из лучших. Те, что прошли строгий отбор в своих регионах. Есть спортсмены, есть из кого выбрать. И для того, чтобы соблюсти, как я говорил уже, спортивный принцип, необходимы были такие соревнования для того, чтобы сформировать команду. Четыре мальчика и четыре девочки. Для Владислава Герасименко это первый турнир. Перворазрядник дистанцию выбрал, как у Александра Попова – 50 метров. Только дисциплина – брас, а не кроль. Екатеринбургская вода для него оказалась быстрой. И результатом на финише спортсмен из Калужской области доволен. Первое место в предварительном заплыве позволило ему пройти в следующую стадию соревнований. Первый раз участвую. Это мой первый год. Вода отличная. Это мои ответственные соревнования, очень важные. Поэтому я буду стараться. Помимо браса на этом турнире больше десятка дисциплин. Причем все олимпийские. От 50 метров кролем до 400 на спине. Не представлены только дистанции 800 метров и полтора километра. В зрелищности не дотягивают. А так даже эстафеты есть. Да и результаты высокие. Те же 50 метров вольным стилем юные пловцы, а самому старшему здесь 15, преодолевают за 24 секунды. Для сравнения олимпийский рекорд здесь 21. Для некоторых спортсменов победа в Кубке Александра Попова стала отправной точкой к достижению более высоких результатов даже на международном уровне. Некоторые из них становятся чемпионами мира и Европы еще и с рекордом этих соревнований, но среди юниоров. Отдельно стоит ответить восьмерку пловцов, которые в свое время побеждали на Екатеринбургской воде, а сейчас претендующих на попадание в основную сборную России. А соответственно на поездку на Олимпийские игры в Рио, которые состоятся в следующем году. Среди них и Дарья Устинова, которой сейчас нет равных на дистанции 200 метров на спине. Кстати, Дарья воспитанница Свердловской плавательной школы. Наш регион уже давно на регулярной основе поставляет кадры для сборной России. В области большое внимание уделяют плаванию. За три года мы сдали шесть новых, раньше еще больше, шесть новых учреждений непосредственно в месяц, Министерство спорта, Федерация плавания Свердловской области. И в полтора раза за это время увеличилось количество детей, кто занимается плаванием. Также в программе Кубка Александра Попова мастер-классы. Показательные выступления проведут олимпийские чемпионы. Александр Карелин по борьбе, Анна Богалий и Николай Круглов по биатлону, а Игорь Лавров и Александр Тучкин продемонстрируют азы гандбола. У Ивана Алыпова вообще запланирован собственный турнир. Все в рамках Кубка Попова. Состязания завершатся в воскресенье. Александр Кесель и Ради Каскаров. События ОТВ.